Продолжение следует... Состоит из 170 листов, из них, начиная с 6-й страницы по 96-ю страницу, это какие-то копии материалов из другого дела. В материалах уголовного дела нет никакого процессуального документа, который говорил бы, откуда получены эти документы, кто эти документы получил, когда, какого числа, и, кстати, в обвинительном акте. Следователь как раз-то и ссылается... Вот 5 сентября 2017 года был составлен обвинительный акт, он утвержден 11 сентября заместителем прокурора Магисталовской области Гюстикеновым. И как раз-то, прямо я процитирую, вина Ахпердиевой подтверждается материалом уголовного дела, а именно протоколом предоставления предметов и документов лист дела 18, протоколом осмотра вещей и предметов 19-21, листы дела, с заключением судебно-психологи и логической экспертизы за номером 679 от 16 марта, лист дела 31-34, протокол обыска жилого помещения по адресу, где проживали Айгулях Ахпердиева с мужем, и протокол осмотра вещей и предметов на листах, дело 123. Так, я хочу сказать, что данные документы, вот как раз-то они входят в этот перечень, начиная со страниц 66 по 96, там это ксерокопии, это все ксерокопии документов, и неизвестно, то есть нету процессуального документа, данным документам они не приведены в уголовно-процессуальную форму, то есть нету осмотра, они не признаны вещественными доказательствами, как-то вот требуют нормы уголовно-процессуального законодательства нашей страны. Хочу сказать, что я также осуществляла защиту по уголовному делу Джумаева Блаваса Кувандаковича, и скажу, что уголовное дело по Джумаеву, оно 30 июня 6 месяца 2018 года уже было направлено прокурору с обвинительным заключением. Далее, если не ошибаюсь, далее здесь есть правка, 16 июля материалы, уже уголовное дело полностью с обвинительным заключением, поступило в Октауский городской суд, и судья Нагашибаев принял свое производство. А данное постановление, как я обнаружила и рассказала об этом суде, и просила признать недопустимым качеством доказательств, оно датируется 2 августа. Как следователь, проводившую досудебное расследование по делу Айгуль, мог составить данный документ? То есть это о чем говорит? О том, что этот документ, он абсолютно незаконный. Кроме того, мы допрашивали в суде эксперта, который проводил экспертизу, судебно-психолого-филологическую экспертизу, и данный эксперт подтвердил, он сказал, что ему на экспертизу поступило постановление о проведении психолого-филологической экспертизы. Были поставлены два вопроса по экспертизе, и он проводил филологические исследования. Вопросов, касающихся психологического исследования, от следователя не поступало. Конечно, и в ходе досудебного расследования мы заявили ходатайство о назначении повторной экспертизы, о назначении комплексной психолого-филологической экспертизы, так как вопросы для выяснения обстоятельств по данному делу нужно было поставить еще ряд вопросов. Однако, наше ходатайство оставили без удовлетворения, мы, конечно, и последующими его обжаловали в следственном суде, но в следственном суде, естественно, его тоже оставил без удовлетворения. А вообще, что такое насильственное свержение власти, изменение конституционного настроя? Ну, это, например, вооруженное выступление против власти. Да, это лишение свободы каких-то ее представителей, нанесение вреда организму, здоровью людей. И если, допустим, человек призывает именно к совершению таких действий, да, это экстремизм. Но когда люди говорят, хотят провести мирную акцию, высказать свое недовольство, я считаю, что здесь нет никакого экстремизма. С точки зрения законов, да, можно вести политические дебаты, можно выражать свое, как скажем, негативное отношение к социальным, экономическим реформам, которые, да, проводятся. И моя подзащитная Ахпердиева Айгуль, она воспользовалась этим правом. Да, она говорит, что в ее семье четверо малолетних детей. Единственным источником заработного дохода в семье является заработная плата ее мужа, которая, конечно, очень совсем небольшая. Она даже в своих показаниях показала, что нам не хватает его заработной платы. Если в этом месяце получила заработную плату, на следующий месяц ее не хватает. И в записи, и в аудиозаписи, и в записи, там даже есть такие слова. Да и мы не собираемся убивать и разорять город. Считаю, что государственный обвинитель на данном процессе, он не смог обосновать обвинение, почему Айгуль обвиняется, Ахпердиева обвиняется по данной статье. Какие именно преступные действия она совершила. В ходе выступления с обвинительной речью государственный обвинитель просил признать виновной мою подзащитную Айгуль, виновной по статье 179 части 2 уголовного кодекса Республики Казахстан и просил в качестве наказания, назначить ему в виде наказания, 5 лет ограничения свободы. По нашему закону, статья 179, это относится к видам уголовных правонарушений против основ конституционного строя и безопасности государства. Мой вывод в данном деле основан не просто голословно, не просто из-за того, что Айгуль Ахпердиева является женщиной, он обоснован полностью на анализе материалов и анализе закона, то есть анализе той статьи 179 части 2, по которой сегодня судят Ахпердиева и Гуль. Но если не располагать, то есть не провести вот эту грань, не установить вот эту грань между выражением своего мнения, несогласия с какой-либо политикой, социально-экономической политикой, проводимой, и между публичным призывом к насильственному свержению власти, конечно, это тогда, если вот этот критерий не соблюсти, это уже будет, я считаю, что будет просто произволом. И любое предосудительное высказывание, любое выраженное инакомыслие, любая критика государственных институтов, авторитетных лиц и мероприятий может явиться поводом для уголовной репрессии. Теперь предстоят последние слова Айгуль Ахпердиевой, и после этого суд уйдет в совещательную комнату. Конечно, суд внимательно выслушал все наши доводы, и я полагаю, что все-таки суд, наверное, примет правильное и единственное законное решение. Это единственным законным решением, я считаю, что в данном случае должен состояться оправдательный приговор.